МАКРАИХ Язык, он мало кому понятен. Я не это не понял. Хотя это тоже. Что он делает у меня в кровати? Поросеночек, я пригласила в наш дом специалиста по фэншую. Аригато. Аригато. А мне по фэншую? Что он за специалист? Что он здесь делает? Я сейчас объясню. Это японское искусство, которое облагораживает интерьер. И что? У нас все дома не очень хорошо. Нехорошо? Да. Ну и что бы вы поменяли? Мы... Кровать поменять нужно. Побольше, помягче, чтобы не скрипело. Вот. Ага. Что-то еще? Что? Скафы поменять нужно. Узко, неудобно стоять. Неудобно шкафы. Надо больше, чтобы можно лежать. Понял. Сделаем. Что-то еще? Рога эти. Что? Рога? А, эти. Что с ними? Хорошо. Пусть висят на своем месте рога. Хорошо. Хорошо. А может, что-то выбраться нужно с подкуна? Пойдем посмотрим, что-то выбраться. Не надо ничего выбрасывать. Не надо, да? Вы что думаете? Я в этом вашем фэншуе не понимаю. Все я понимаю. Вот тут вот мне нужна шкура медведя. Да. Вот. Только где же ты медведь возьмешь, правильно? Поэтому шкура козла тоже подойдет. Да, шкура козла. Хорошо. Ложись. Зачем? Ложись, козел, я сказал. Зачем? Люблю, чтобы ноги у меня были в тепле, когда в футбол смотрю. А еще люблю, когда в футбол смотрю пиво пить. Вот тут вот мне подставка нужна. Быстро превратилась в подставку для пива. Конечно, 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 конечно. Ну, с такой подставкой можно даже смотреть «Динамо Жальгерис». Да по флангу проходи ты, придурок! Ё-моё. Поросеночек, а может быть ты нас уже отпустишь, а то локти затекают. Зато все по фэншую. Сегодня так, постоите, а завтра уже будем делать перестановку. Ты будешь подставкой, а ты будешь шкурой. Да пей уже! О, аригато! 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 Поросеночек! А что происходит? Ну, поросенок, ты что, забыл, что у нас сегодня юбилей? И на годовщину нашей свадьбы я приготовила сюрприз! Слушай, я и забыл совсем, не ожидал. Я думал, как обычно, найду в шкафу любовника. Что? Я люблю только тебя, мой поросенок. То, что вы экономите электроэнергию, это, конечно, похвально. Но то, что вы жрете в постели, а не на кухне, это, доченька, безобразие. Мам! Послушайте, тёща, мама, мало того, что вы припёрлись без предупреждения, так вы ещё и припёрлись в годовщину свадьбы. Ой, у вас годовщина свадьбы? А что три цветочка? Один выбросьте. Чётное количество должно быть. Оставьте свои шуточки при себе, так же, как вы оставили холодильник, который обещали подарить нам на свадьбу. Егор, мамочка, что ты хотела? Ты же видишь, у нас праздник. Между прочим, я тоже участник вашего праздника, но вы меня почему-то не пригласили. Ну, потому что это романтический ужин. Тет-а-тет. Да? Ничего, ничего страшного. Я посижу, немножко, пару тостов и пойду. Что там? Ваше здоровье. Доченька, эти ваши японские голубцы такие прикольные. Мамулечка, а ты же обещала пару тостов и уйдёшь. Подожди, я сейчас выпью последний тост. Зазвёл прекрасного зядя, так сказать, на коня, и уйду. Всё, и я уйду. Ну, что я вкусняй домой. Что-то мне это напоминает. Прямо как в нашу первую брачную ночь. Вот теперь точно. Я пошёл. Куда? К соседу за раскладушкой. Я с тобой. Пошли. На краях. Любимая, я сегодня пораньше. Ой, слушай, сейчас тебе такое расскажу. Ты сейчас просто выпадешь в насадок. Интересно, интересно. Слушай, мужики сегодня на работе такой смешной анекдот рассказали. Ну, ну. Короче, муж возвращается раньше с работы. Жена такая лежит в постели, как обычно, да, и такая улыбается, как дура. Вот как ты сейчас. Короче, и вдруг муж слышит какой-то шум в шкафу. Ну, 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 рассказывай дальше. Это же что сейчас было? С вешалкой, наверное, упала. Рассказывай, так интересно. Ага. Так вот, муж слышит звук в шкафу. А это сейчас вешалка чихнула? Не, я не знаю. Тогда слушай дальше. Муж подходит к шкафу. Может, не надо? Подходит. Уверенной такой походкой. Открывает дверцу, а там любовник в шубе. И муж такой спрашивает. Ты кто? А любовник ему и отвечает. Я, 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 я моль. Шубу домой несу, там съем. Правильно? Нет. Неправильно. А как? Там другой финал был. Муж достает биту. Моль видит биту, выходит на балкон и улетает. Что, 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 что прямо с девятого этажа? Ага. Прямо с девятого этажа? А там не было, что, что, что Моль становится на колени и умоляет о пощаде. Она предлагает деньги. Много денег. И кричит потом, полиция, помогите! Помогите! Было. Все было. Но вот только языка мольского никто не понимает. Поэтому Моль взяла, собралась и выпорхнула прямо с балкона. Прямо с балкона. Прямо с балкона. Смешно. Смешно. Ты ж до конца не дослушала. А это еще не финал? Нет. Потом муж забирает у жены ключи от машины, кредитные карточки и выж вынимает ее из квартиры. Не смешной анекдот. Зато жизненный. Быстро вали отсюда! Мой муж сегодня до вечера на работе, поэтому вся квартира в нашем распоряжении. Нам понадобится только спальня. Спокойно. Мой муж заядлый охотник. И нам надо себя обезопасить. В смысле? Не молния. Это что? Это зайчий капкан. Он же мог меня. Да? И потом бы ты ни с кем, и ни что, и никогда. Идем дальше. Что? Мои любимые котлетки, Саночка. Они отравлены. Это приманка. Какой он хитрый. Давит на самое больное. И последнее. Иди сюда. Отойди. Это называется охотничья ловушка. Ой. Теперь все. Можем начинать. Еще не все, солнышко мое. Прием, прием. Птичка в клетке. Что, солнышко в смысле? Сейчас поймешь. Попалась. Птичка. Спасибо, Толян. Ага. Четко сработал. Что здесь происходит? Это называется охота на живца. Ага. Погнали. Куда? В лес. Зачем? Потом объясню. Ты главное запомни. За деревьями не прятаться. И за флажки не забегать. Помогите! Помогите! О, живца. А твой точно не вернется? Точно, точно. Он на неделю уехал в командировку в Испанию. На неделю? Да. Что же это он меня совсем не жалеет? Ой. Кстати, малыш, я набрала полную ванну воды. Давай пойдем поплещемся. Опять? Да. Он офигеет, когда выйдет счет за коммуналку. Купи-купи. Купи. Нормальная хата. Наводочка была не фуфлячая. Нормал. Кусечка, я за шампанскими вернусь. А вы уже вернулись из командировки? Кто я? Ну, откинулся недавно. А шо? У меня с вашей женой ничего не было. С какой женой? Ну, с Яной. А, с этим хомяком? Так ты типа любовничек хозяйки? В смысле, жены моей? Ах ты, негодяй! Я вам сейчас все объясню. Не надо мне ничего объяснять. Ноги моей больше здесь не будет. Я собираю свои вещи, ухожу к маме. Все вот драгоценности, которые я ей подарил, все забираю обратно. Недостойна она. Вот, у них хера себе. Деньги, которые я собирал всю жизнь. Все. Ноутбук, на котором деньги зарабатываю. Тоже мой, между прочим. А жена моя где сейчас? В ванной. Позвать? Не надо. В смысле, видеть ее больше не хочу. Что-то я еще. Вот, шубу я ей дарил. Коротковатая. Ну, любовь у нас тоже короткая вышла. Вот и все. Любишь ее? Наверное. Не буду мешать вашему счастью. Куда же вы? Осторожней! Зайка, с кем ты сейчас говорил? Муж твой возвращался. В смысле? Он же в Испании. Я с ним полчаса назад по скапу разговаривала. А где ноутбук? А он его забрал вместе с остальными вещами. С драгоценностями и деньгами. И шубой. Придурок! Че ты сидишь? Быстро звонит в полицию. С окротами. Главное. На свиду нормальный мужик. На троих.